ТАИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ После пожара 15 апреля за первые двое суток на восстановление Нотр-Дам-де-Пари уже было собрано больше 2 миллиардов евро. Теперь вот и Эстония подключилась, и во всем мире люди не остаются равнодушными. Давайте начнем, может быть, с того, почему Собор Парижской Богоматери считается достоянием не только Франции, но и всего человечества. Ну, помимо того, что Нотр-Дам-де-Пари, Собор Парижской Богоматери, является выдающимся памятником архитектуры и жемчужины готического зодчества, конечно же, это Собор неразрывно связан с историей Франции и вообще с историей всей Западной Европы. Я не побоюсь назвать вообще этот Собор одним из символов западной цивилизации. Поскольку, если мы только даже вспомним те несколько событий, которые связаны с историей, например, там проходило бракосочетание Маргариты Валуа и будущего короля Франции Генриха IV, накануне в Варфоломеевской ночи, события известны всем. Или там же в этом Соборе был коронован, стал императором Наполеон Бонапарта, и всё это происходило в присутствии Папы Римского. И в этом же Соборе служил торжественное место по поводу освобождения Парижа от фашистских захватчиков. То есть этот Собор, конечно, стал символом ещё и благодаря, конечно же, роману Виктору Гюго, да, и самому знаменитому мюзиклу, да, который мы все знаем. И поэтому, конечно, вот эта аура, эта легенда Собора, конечно, она известна всему миру, и, конечно, туда стремятся и фотографируются, и гуляют вокруг этого Собора, и, конечно, заходят внутрь, любуются его интерьерами. Ну, разноречивые очень сведения приходят о том, насколько пострадал этот Собор. Одни говорят, что он практически полностью разрушен, другие говорят, что таких видимых разрушений нет, по крайней мере, внутри всё осталось относительно целым. Да, я очень рада, что Собор не пострадал больше, чем нам известны те разрушения, которые... Вот на данный момент нам известно то, что утрачена крыша, которая была возведена, стропила именно в XII-XIII веке. Но, слава богу, не пострадали старинные витражи как раз тоже XIII века, а не диаметром 13 метров. Представляете, такая махина, и вот эти вот всё составные именно витражи, они остались целы, и слава богу. Но, к сожалению, рухнул вот этот шпиль, да, высоченный, который установил в своё время ещё реставратор Эжен Виолелли Дюк в XIX веке. Да, на месте старого разрушенного шпиля он возник, и, к сожалению, этот шпиль пробил крышу в нескольких местах. И, конечно, это трагические события были. Мы сейчас видим, да, кадры показывают. Но нужно отдать должное, конечно, работе пожарных, просто вот памятником поставить за то, что они сделали, поскольку, вот я изучала эту тему и знаю, что были развернуты несколько подряд, проходили учения в прошлом году именно, и именно в этом соборе. То есть уже пожарные были подготовлены к такому событию, да, и они знали, что конкретно делать, какая последовательность действий должна была быть. И на сене были развернуты те лодки, которые занимались водозабором непосредственно из реки, поэтому воду не нужно было доставлять в специально каких-то цистернах. То есть... Ну, как я слышала, там была целая тактика, потому что главное, что, главное, чего хотели добиться пожарные, это именно охладить стены, а не тушить это с крыши, как советовал, по-моему, Дональд Трамп посоветовал им сбросить бочки с водой. И там, действительно, если бы эти тонны обрушились, конечно, может быть, вода распыляется, пока она падает, да, на собор, но всё-таки это тонны воды... Повредила бы, да? Повредила бы, конечно, и так такая она ажурная, очень хрупкая конструкция этого собора, хотя она выглядит очень массивной, мощной, огромной, да, но она довольно-таки хрупкая, старинная кладка, всё-таки более 800 лет этому собору, и, конечно, я тоже очень боялась, что вот он вдруг вот остынет и рухнет вот ночью, то есть, ну, этого, слава богу, не произошло. Теперь собираются восстанавливать. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что восстановят в течение пяти лет, после чего французская газета Le Figaro опубликовала обращение нескольких десятков деятелей культуры, которые призвали не спешить с этим. Вот, то есть, сколько реально времени может пойти на восстановление? Ну, я думаю, конечно, пойдёт несколько лет, это точно, и главное здесь, конечно, не сроки действия, да, чтобы не как можно быстрее, а как можно качественно становить, потому что в наше время такие существуют технологии высокие, такие высококлассные специалисты, я думаю, вот, если существуют достаточные финансовые возможности, да, и если привлекут действительно самых лучших к этой работе, то лучше сделать, может быть, помедленнее, да, все эти работы замедлить, но сделать качественно. Ну, есть такие сведения, что уже действительно более миллиарда евро перевели для того, чтобы восстановить собор, но и сейчас вот можно жертвовать, например, таллинским жителям деньги. Куда их жертвовать, если, в принципе, на восстановление собора уже собрано достаточно? Ну, быть может, кто-то действительно хочет нести свою лепту, потому что вот мне, например, тоже очень затронуло, да, эти события, то есть мне этот собор очень дорог, это первое место в Париже, куда я стремлюсь, действительно, если кто-то хочет поучаствовать, это будет не лишним, мне так кажется. Париж теперь отчасти потеряет свою привлекательность? Я думаю, нет, ни в коем случае. Вообще, и наоборот, и, конечно, быть может, мы и не попадем вот на эту прекрасную крышу, да, эти фотографии как раз оттуда, эти кадры сделаны, как раз на смотровой площадке. Это самая лучшая, по моему мнению, площадка, которая располагается на соборе Нотр-Дам-де-Пари, поскольку Сейфелевая башня слишком высоко, и, может быть, так детали не рассмотришь, а вот смотровая площадка здесь находится в самом центре города, действительно, туда мы, к сожалению, наверное, не попадем в ближайшие несколько лет, но вот рядом, конечно, побыть и посмотреть, и полюбоваться этой великолепной архитектурой, этим сооружением, это, конечно, сможет каждый, я думаю, сейчас, и туда будут стремиться обязательно. Вы сказали, что, например, у нас новые технологии, классные специалисты, которые могут заниматься восстановлением. Я когда была на экскурсии в Нотр-Дам-де-Пари, очень хорошо запомнила, что те витражи, которые сделаны, там есть определенный синий цвет, который наши современники никаким образом не могут воссоздать. Они не могут создать точно такое же стекло, такого же цвета. И, в принципе, если бы пострадали в витражи, то можно было бы говорить, что в первое изданном виде они будут не появиться. Да, к сожалению, да, к сожалению. И, кстати говоря, ну, очень много споров ведутся о том, насколько хороша была та реконструкция, которую провел Виолей Ледюк, да, в середине 19 века. Но мы должны признать, что если бы он не вмешался, то, быть может, собор Парижской Богоматери до наших дней вообще бы и не дошел, мы бы никогда его не увидели, потому что он действительно был в аварийном состоянии. И вот, ну, хорошо, что удалось в таком виде его восстановить и оставить, действительно, сохранить для потомков. У нас в гостях сегодня была искусствовед Эвелина Ведом. Спасибо вам. Спасибо большое. Ну, а при желании каждый из вас может откликнуться на призыв в Таллинской городской канцелярии и пожертвовать деньги на восстановление Нотр-Дам-де-Пари. Для этого можно позвонить по одному из номеров, который вы сейчас видите на своих экранах. И если вы действительно чувствуете такую необходимость, обязательно жертвуйте. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!